Строящуюся селе защитного плотину Чукур-Булак на пограничной с Китаем горной реке Харгос сдадут в эксплуатацию до конца этого года. Причем казахстанскую часть работ завершат уже в апреле. Совместный проект разработали в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее между двумя государствами. Его задача защитить международный центр приграничной торговли и ряд инфраструктурных объектов от селя и паводков. В последние несколько лет бассейн реки Харгос очень активно осваивается. В верховьях почти домаренной зоны с обеих сторон расположены пограничные объекты. В нижней части построены гидроузел Дружба, несколько ГЭС, а также множество инфраструктурных объектов свободной экономической зоны. На китайской территории строится крупный город, население которого в будущем составит 300 тысяч. Рядом с казахстанской стороны находятся два крупных поселка – Алмалы и Баскунчи. При этом серевая угроза на Харгосе всегда была очень высокой. В ледниковой зоне в общей сложности образовалось около полусотни моренных озер. Из них четыре считаются потенциально прорывоопасными, в том числе и знаменитое озеро Капкан. В прошлом году в соответствии с казахстанско-китайскими договоренностями на Харгосе началось строительство селезащитной плотины. Главная особенность селезащитной плотины Чукурбулак в том, что она возводится прямо на нейтральной полосе казахстанско-китайской границы. Вот эти горы сзади уже территорий КНР. Кроме того, 50% всех строительных работ берут на себя китайские компании. По проекту плотина должна полностью перекрыть горные ущелья выше главных инфраструктурных объектов НЦПС. Ее длина без малого 500 метров, высота 51. Сооружение способно выдержать мощный сель, потенциальный объем которого может составить около 10 миллионов кубометров. Стоимость объекта оценивается в 27 миллиардов тенге. По нашим срокам, конец апреля мы заканчиваем отметку 1305, передаем китайской строительной компании и по их расчетам они должны закончить ее до конца этого года. И фактически мы говорим о том, что со следующего года любые те или иные угрозы со стороны моряных озер или тех или иных рисков сегодня будут полностью предотвращены. Еще одна важная часть проекта – это укрепление берегов реки Харгос в нижнем течении. Ранее в 2010 и 2015 годах здесь уже случались сильные паводки. Они причинили достаточно большой материальный ущерб. Работы завершатся по плану в 2024 году. На данном этапе у нас финансирование предусмотрено. Мы на 80-85% завершим. Обычно это мы рассматриваем середину года. То есть зимний период, сами понимаете, сложности. Земля промерзает, ее приходится буквально гидромолотом разрабатывать. Общая стоимость проекта Харгос-2 составляет 39 миллиардов тенге. После завершения работ берега реки будут забетонированы на участке 42 километра. Кроме того, предусмотрена система мониторинга воды с целью раннего предупреждения о паводках. Для пограничной службы смонтируют систему видеонаблюдения. Григорий Беденко, Абендер Нбаев, Хабар, область ЖТСУ.